МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1949 год. Суд над бывшим помещиком в китайской деревне. Эмоции хлещут через край. Копившаяся веками ненависть выплюскивается в яростные обличительные речи. До народной революции помещики составляли около 5% населения Китая, но при этом владели половиной всей земли. Эту землю они сдавали в аренду мелкими участками, а после сбора урожая забирали себе от 50 до 70% того, что вырастил на ней крестьяне. В результате большинству жителей деревни, чтобы свести концы с концами, приходилось постоянно занимать продукты и деньги у землевладельцев и ростовщиков. Поэтому в начале 20 века половина китайских крестьян жила фактически в Проболоть. К моменту народной революции 85% населения Китая обитало в деревнях. По сути дела, это была полностью сельская страна. Она жила только за счет сельского хозяйства, которое, кстати говоря, после войны было разрушено. Главным человеком в деревне был так называемый джентри. Это богатый помещик, и его китайцы называли обычно злыми помещниками, который владел всем абсолютно. И сельхозтехникой, и полями, и посевными семенами. То есть он был всем. Он мог выдавать или не выдавать. Он же и расплачивался с крестьянами. Формально никакого феодализма не было. Но было реальное батрачество. И в этом плане многие крестьяне попадали в долг на многие десятилетия. И известны случаи, когда даже дети, а то и внуки должны были еще возвращать вот эти либо семена, либо деньги. Это была, как ни странно, очень устойчивая система. И поразительное было еще то, что во время антияпонской войны эти же люди не давали семена на посев. И из-за этого гибель от голода объяснялась не столько приходом японцев, сколько вот этим вот куркулистостью вот этих вот людей. Ненвесть к ним была колоссальная, ужасная. К 1949 году почти 70% сельского населения Китая составляли батраки и бедняки. Для них вопрос о земле был вопросом физического выживания. В 30-е годы партия Гоминдана пыталась провести аграрную реформу, но без особого успеха. Первыми землю крестьянам стали передавать коммунисты еще во время гражданской войны. Я думаю, что главное, что китайский народ получил от коммунистов после 49-го года. Это была земля. Китай в то время был страной крестьян. Компартия была партией крестьян. Армия была армией крестьян. И вот от настроения людей зависело все. И для того, чтобы заручиться массовой поддержкой, нужно было показать народу, что его интересы – это интересы компартии. Враги народа, враги крестьян – это враги компартии. Это помещики, землевладельцы. И коммунисты канализировали гнев народа на верхнюю прослойку и заручились поддержкой народа благодаря земле. Власть коммунистов выросла из земли. Долговые расписки крестьян были сыжены. А конфискованные у помещиков семена, скот, орудия труда и земельные наделы новая власть объявила собственностью всех жителей деревни. В первую очередь, самых бедных и нуждающихся. Когда приходят коммунисты и объявляют земельную реформу, это, конечно, просто революция в сознании. Это то, что хотел каждый крестьянин. И вот тогда именно начинается межевание. По сути дела, новое распределение земли. Но было сделано очень грамотное решение. Крестьяне в этой деревне или в этой местности сами должны решить, как распределять землю. То есть, в общем, такая вот новая народная демократия. И, конечно, гнев был направлен на вот этих лешень, на этих злых помещиков. Их действительно избивали. Но Красная Армия Китая следила за тем, чтобы их не убивали. Убийства были не нужны. Нужно было, по сути дела, показать, что приходит к жизни новое крестьянство. Многие агрономы, которые приезжали в Китай, были советскими. И один из первых институтов, а потом университетов, который был создан, это был институт сельского хозяйства и агрономии, который работал в Пекине и управлял в Шанхае, где обучали новых китайских крестьян. В 1949 году революционные изменения происходили не только в деревне, но и в городе. Эти кадры были сняты советскими операторами в храме Конфуция в Пекине. После победы народной революции в нем разместили школу профсоюзных активистов. Почти 2500 лет наставления Конфуция были той основой, на которой строились отношения не только в семье, но и в государстве, в том числе между правителями и подданными. Но когда Китай стал катастрофически отставать от развитых стран Запада и в XIX веке превратился в их полуколонию, многие китайские интеллектуалы разочаровались в конфуцианстве. Коммунисты, а перед ними реформаторы и другие мыслители, многие очень, видели в конфуцианстве причину отсталости Китая. И, соответственно, для того, чтобы избавиться от отсталости Китая, надо избавиться от Конфуция, от его учения. Поэтому Мао Цзиндум просто продолжал вот эту линию борьбы с конфуцианством, в котором он видел причину отсталости, консерватизма. Конфуций – символ. Для одних это символ преемственности китайской традиции, китайского духа, для других это символ отсталости, которая привела к унижению Китая. После провозглашения Китайской Народной Республики грандиозные изменения произошли и в жизни китайских женщин. Одним из первых законов новой власти стал закон о браке. Он провозглашал равенство полов, моногамию и право на развод. Отныне молодые люди могли сами выбирать себе будущего спутника жизни. До этого свадьбы, особенно в сельской местности, совершались только по предварительному соглашению между родителями жениха и невесты. В императорском Китае за самовольный уход из дома мужа женщине грозило два года каторги. А мужчинам, например, разрешалось брать в дом неограниченное число наложниц. В Китайской Народной Республике молодоженам стали дарить на свадьбу не только деньги или посуду, но и книгу советского писателя Островского «Как закалялась сталь». Женщины становятся не только частью семьи, они становятся частью административной машины. И пример этому показали китайские коммунисты, где жены крупных китайских коммунистов и самого Мао Цзэдуна, и Джоэн Лая, и Джудэ оказались очень значимыми партийными фигурами. Ну, а на ступейку ниже находились просто активистки, которым нравилось участвовать и в революции, делают новую жизнь. И, кстати говоря, они оказались значительно активнее, чем мужчины во многих областях. В Китае была создана китайская пролетарская ассоциация женщин. Были во многих городах основаны специальные женские клубы. Кстати говоря, в противоположность буржуазным шанхайским женским клубам, где женщины курили длинные сигаретки и говорили о культуре, которая приходит с Запада. Это были настоящие пролетарские клубы. Женщины пошли в деревни и стали переобучать крестьян. И первые учителя именно для таких публичных массовых школ были именно женщины. То есть Китай вдруг сумел почти половину своего населения поднять вверх. И как раз именно тогда прозвучала змитая фраза Мао Цзэдуна, что женщина – это половина неба. До 1949 года свыше 80% жителей Китая были неграмотными. Минимальное школьное образование получал только один ребенок из пяти. Для скорейшей ликвидации неграмотности новой властью были созданы общедоступные школы-ликбезы. Чтобы считаться грамотным, рабочий должен был выучить не менее двух тысяч иероглифов. Крестьяне – полторы тысячи. Неграмотным считался человек, знавший менее пятисот иероглифов. Китайцы тем хороши, что они очень любят учиться. И сама китайская грамота, которая заставляет эти иероглифы учить, ну, грамотный человек должен где-то шесть тысяч знать. В школе три тысячи дается, а всего их там тридцать тысяч. Ну, никто тридцать тысяч, конечно, не знает, какие-то, может быть, филологи. Но, во всяком случае, я вот свои шесть тысяч наверняка знаю, поскольку надо было все время смотреть газеты. Я все думал, какой же я счастливый человек, что я успел поувидеть. Но это дает мне возможность сравнивать, сопоставлять и действительно ценить по достоинству величие этого скачка. Потому что для того, чтобы понять, что такое неграмотная деревня, надо было там побывать и понять, и почувствовать, что значит, когда в деревне два человека могут прочесть письмо какое-то. Настоящим прорывом для китайского общества стало открытие школ с совместным обучением мальчиков и девочек. В них появились не только новые формы обучения, но и новые предметы, такие как уроки физкультуры. Спортивные занятия строились по программам, заимствованным из Советского Союза и других развитых стран. При коммунистах в Китае был создан первый институт физической культуры со специальным филиалом детского спорта и оздоровления. Я после Китая в Японии работал, потом в Англии. В чём-то там лучше, но в основном, конечно, в Китае было всё очень организовано, очень чётко. Китайцы – это азиатские немцы, конечно, это точно. Вот наше старое представление о немцах, как о людях, он, ну, кну, зань, должен быть всегда порядок во всём. И такие же китайцы. Они очень организованные. Но если понять механику, легко устанавливать какие-то связи, легко их развивать, потому что всё, как было договорено, это будет закон всегда. Они сейчас очень много выигрывают от того, что они серьёзно относятся к своему опыту. Пусть не старому, пусть это не опыт тысячелетий, это даже не опыт столетий, но всё, что было хорошего в прошлом, они ценят, культивируют, и в этом их сила. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»